Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас вот такой вот узор, девчонки, классный, классная плетеночка. Вот такой вот он без ВТО. Мне очень понравился он больше, чем с ВТО. С ВТО он тоже вот такая вот, тоже мне нравится. В общем, и так, и так красиво, девчонки, очень. Поэтому вяжется достаточно просто. Сейчас мы его попетерно разберем. Вяжу сразу, говорю, жилет, очень симпатичную модель. Будет очень скоро на канале. Вот, поэтому следим. Сегодня просто разбор узорчиков, потому что, возможно, почему я решила сделать отдельно, потому что мне очень он понравился. И, возможно, еще кое-что мы с ним свяжем. Значит так, сразу хочу сказать, девчонки, вот у меня здесь схемку я нарисовала. И у меня получается, что... Вот так вот у меня здесь в схеме два рапорта. Рапорт у нас состоит из восьми петель. То есть в схеме у нас их два. Плюс три петли. Вот смотрите, раз, два, три. Три петли для симметрии узора. Для чего? Для того, чтобы, смотрите, здесь у нас как бы плетенка была закончена. Видите, она у нас закончена непрерывной. И здесь. Вот это у нас три петли для симметрии. Узор состоит из двенадцати рядов. Не пугаемся. Значит, начинаю я вязать с этими, как бы... Значит, три петли дополнительные для симметрии узора. Плюс две петли кромочные. Это если говорить о рапорте. То есть рапорт из восьми петель. Плюс три петли. Плюс две кромочные. Значит, первый ряд вяжем три лицевые петли. Пять изнаночных. По сути, вот так мы и продолжаем. Раз, два, три. Пять изнаночных. Три лицевые. Пять изнаночных. Заканчиваем ряд. Мы тремя лицевыми. Точно так же вяжется третий ряд. То есть мы полностью дублируем первый ряд. Так. Вот. Закончила я ряд тремя лицевыми петлями. Ну и кромочные. Далее. Второй ряд. Изнаночный. Они не указаны в схеме. Мы их вяжем по узору. То есть как лежат петли. Три изнаночные. Пять лицевых. Три изнаночные. Пять лицевых. И так до конца ряда. Заканчиваем мы тремя изнаночными. Точно так же вяжется четвертый ряд. Я сейчас прерву видео. Потому что это нет смысла показывать. И включу уже на пятый ряд. Где у нас будет вывязываться узор. Так. Пятый ряд. Девчонки. Смотрим. Пятый ряд. Две лицевые. Две вместе лицевой с уклоном влево. Просто провязываем две вместе. Накид. Три лицевые. Накид. Две вместе лицевой с уклоном вправо. И повторяем. Здесь две лицевые. Но сейчас у нас одна лицевая. Вот. Вот она между ними. Две вместе лицевой с уклоном влево. Накид. Три лицевые. Накид. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Одна лицевая. Две вместе лицевой с уклоном влево. По сути. Две вместе. Чтобы не путаться. Смотрите. Где у нас вот эта плетеночка идет из трех лицевых петель. У нас две вместе. Вот эта вот. С предыдущей изнаночной. С уклоном вправо. И вот эта с уклоном влево. То есть, чтобы у нас было красивенько вот эта плетеночка. Вот они. Видите? Две вместе. И накид возле них. И две вместе. И накид возле них. Понятно. То есть, вторая идет с изнаночной глади, которая провязывается. А первая отсюда. Притом поворачивается так. Вот это именно. Чтобы было красиво у нас ровно. Так. Накид. И рядом по бокам от этих двух вместе накид. Между ними вот с изнаночной глади это три лицевые. Вот. Снова накид. Эту поворачиваем с уклоном вправо. А здесь одна лицевая между этими двумя вместе. Это так ориентировочно. Чтобы не считать все время. Просто ориентируемся. Здесь у нас три петли накид-накид. Две вместе. А здесь две вместе. Вот две вместе. Одна лицевая. Две вместе. И так до конца ряда. Такид. Так. И здесь в конце ряда у нас две вместе. Ой, да смотрите. Я в схеме девчонки неправильно нарисовала. Вот. Уже вижу что-то у меня тут не то. Здесь у меня должно быть вот так вот. С уклоном вправо в схеме. Вот оно. И две лицевые в конце. Шестой ряд. Изнаночный. Мы все вяжем изнаночными петлями. Весь ряд. Накиды тоже провязываем изнаночными петлями. Если в круговом вязание, то лицевыми. Этот узор легко вяжется в круговую. То есть, вам не нужны петли для симметрии. Вам нужно набирать нужное количество рапортов. И четные ряды просто вяжутся по узору. Как лежат петли. Если в изнаночном ряду у нас, допустим, это изнаночные, то в лицевом ряду лицевые. Если вот эта часть, где плетенка, там, где в изнаночном ряду у нас изнаночная, то в лицевом она лицевая. Ну, в общем, как смотрят петли. Если косичка, то лицевая. Узелок изнаночный. Вся наука здесь все очень просто. То есть, узор удобен очень и в круговом вязании, и в поворотных рядах. В круговом даже еще проще, потому что не нужно никаких петель для симметрии. Все очень четко. Так, следующий, седьмой ряд. Значит, здесь у нас 4 изнаночные в начале. Раз, два, три, четыре. Три лицевые. Вот эти 4 изнаночные только в начале ряда. Четыре. Далее они идут как пять. Теперь 3 лицевые, 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Три лицевые. То есть, опять же, та же плетенка, только смещена в шахматном порядке. 5 изнаночных. Так, и в конце ряда у нас 4 изнаночные. Раз, два, три, четыре. То есть, все симметрично. С четырех начинали, с четырех заканчивали. Восьмой изнаночный ряд вяжем по узору. Девятый как седьмой и десятый как восьмой. То есть, четыре ряда мы вяжем эту плетенку по узору сейчас. Так, вот у нас видно уже. Четыре ряда по узору. Это хорошо видно по изнаночным рядам. Вот заготовочка на нашу плетенку. И одиннадцатый ряд. Три лицевые. Накид. И снова, смотрите, у нас две вместе уходит как бы одна изнаночная отсюда и одна лицевая из плетенки. Это будет всегда ориентируемся на плетенку. Между ними одна лицевая, две вместе с уклоном влево, накид, три лицевые. То же самое, что мы делали в пятом ряду. Мы делаем в одиннадцатом. Накид, две вместе с поворотом вправо, лицевая, две вместе с поворотом влево, накид, три лицевые, раз, два, три, накид. Лицевая, так до конца ряда. И в конце у нас три лицевые. Начинали тремя, закончили тремя. То есть все у нас симметрично. Двенадцатый последний ряд у нас полностью изнаночные петли. Все, весь узор, двенадцатый, по сути, оно кажется, что, ух, как страшно, двенадцать, целых двенадцать рядов. Но оно-то все повторяется, по сути, два ряда, если так вот смотреть. А там у нас либо повторяется, либо перемещается в шахматном порядке. А смысл один и тот же везде. Вот он наш узорчик, девчонки. Симпатюлечка, симпакулечка. Вот. А на сегодня, в принципе, все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok